Чайник, радащий, прославляйтесь, хиканы. Продолжаем отвечать на ваши ломовейшие вопросы. Если у вас возник вопрос, задавайте все ссылки в описании. Давай, Александр, бомби. Хикан, помоги. Поясни ровно по-пацански про поцелуи. Ибо мне скоро, по ходу дела, скоро первый предстоит. Заранее спасибо. Легко, как два пальца обосать. Ну, давайте, ребята, отталкиваться от собственного опыта. Вспоминаю свой настоящий первый поцелуй. Значит, это было, сейчас я точно скажу, это был январь 2004 года. Я это прекрасно помню. Такие вещи не забываются, да. Было тогда, ну, по 13 лет было, да, действительно. Девочка хорошая была, хорошая, из хорошей семьи, да. И, кстати, это, помните из того ролика, как я вам советовал, как говорить Тянке о своих чувствах, да. Вот, ну, что я сказал, все, мы пошли. Она сразу говорит, Хикан, пойдем ко мне. Естественно, на что-то большее никто из нас рассчитывать, естественно, не мог. Вот. И мы пришли, что-то, чаю, чаю выпили, чаю выпили, да. И потом пошли смотреть телевизор. Ну, знаешь, вот как диван, диван хорошо видно, да. Посмотри, к примеру, она здесь сидит, а я здесь. И я думаю, ну, надо же как-то сблизиться, что-то нехорошо. Ну, знаешь, между нами такое расстояние. Я, смотри, сажусь вот так вот ближе. Ну, Тянка, знаешь, чувствуется напряжение. Напряжение ужаснейшее. Блин. Что делать? Что делать? Я думаю, ну, блин, с меня уже пот текет, не течет, а текет, текет. Текет. Я думаю, ребята, что, ну, хоть бы кто-то подсказал. А кому подсказать, если она сама ничего не знает, ничего не умеет? И уже, ладно, думаю, подседу поближе. Так, приобнялась далека, причем, знаешь, не вот так близко, а вот как, ну, короче, на расстоянии вытянутой руки. Ну, она уже сама поняла, она не глупая девка была, поближе ко мне подсела, все, ну, уже сидим, обнявшись. Все, это рекомендации мои, мы лично эмпирически, ну, не скажу горькие, ну, на самом деле, не горький опыт был, а довольно-таки позитивный, продуктивный, да. И смотрели мы, знаете что, господа, как сейчас помню, там по телеку, по Муз-ТВ крутили там группу пропаганда, да, группа пропаганды там была, и потом еще какой-то трек, какой-то фабрики, причем первой фабрики клип. Ну, не фабрики, которые знакомые даже не упоминают, а группы фабрики, да. И, блин, что-то там какие-то такие ушлепанные песенки играли, ну, я думаю, надо что-то как-то уже действовать, пора свой язык так не в рот-то засунуть. Думаю, что же делать? Не, ну, до этого там у меня был там один минимальный опыт, но это не считается, это не настоящий поцелуй, это был настоящий первый поцелуй в 13 лет. И, я волнуюсь, у меня до этого еще с одной подругой там был целый ряд консультаций, она вроде говорит, что она когда-то целовалась, но это было очень давно, ну, ей тоже было 13 лет на самом деле, вот. Ну, консультанты у меня не очень хорошие были, тогда я уже со своей тро-верной сестрой потерял, ну, как бы не потерял с ней связь, но, понимаете, тогда раньше с коммуникациями было плохо, не было мобильных телефонов. Но, интернета, естественно, тоже не было, ну, в общем, посоветоваться нескому. И я на свой страх и риск, я начал действовать сам, я просто ее повернул, взял ее за голову. Денис, с тобой все хорошо? Хорошо, с Денис все хорошо. Я взял ее за голову, вот как, бедный Йорик. Я целовал его, ну, ладно, не будем об этом. Я взял ее за голову, за череп и впился своими губами. Я намеренно, подчеркнуто, с донецким акцентом, впился губами. И она, я как бы ее проталкиваю в свой язык ее в рот. А она, и натыкаюсь на зубы, на ее зубы. И она что-то там пытается мне сказать, и она говорит, блин, хикан. А я не умею. Я чувствую, как ее сердце внутри, вот так, как сваи кто-то вколачивает. Сердце у нее ужасно, ужасно трепыхалось, как клетки соловей. Ну, естественно, я тоже говорю, так, давай спокойно, давай еще раз попробуем. И на второй раз, я ей говорю, ты, главное, расслабься, ты, релакс, все нормально. Я с тобой, хикан с тобой, главное, не ссы. Вот я просто сейчас вспоминаю, и просто горжусь собой. Вот, все, я говорю, давай, она успокоит, рученьки у нее-то тремор-то, дрожат, как после перепоя. Все, на второй раз, все получилось, ты засовываешь язык в рот, ну и там просто ищешь ее язык. И ваши языки сплетаются, и что? И все. Вот Денчик сейчас показывает, порушает, что я его не могу. Ты покажи, через маску будет, какое-то вы увидите. Ну что, помидор, да, притащить и показать, как надо это сделать. Ну, так вот, как я показываю. Нет, Денчик, целовать я мужиков не сотраживаюсь. А зря. Ну я сам понимаю, не, ну когда-нибудь, может, я поцелую там мужика, ладно. Итак, подожди, что дальше было? Все, я засунул свой язык в рот, там пошурудил своим языком, мне нравится это слово, пошурудил. Как этот опытный охотник палкой в берлоге медвежьей, например, пошурудил. Все, это довольно-таки было мокро, ну и относительно приятно, да. Это потом уже техника начинает оттачиваться. Ну я рад, что я у него был первым в этом деле и научил, я его был учителем, сенсеем, ментором. Не знаю, благодарна она мне за это или нет. Может быть, она с теплом меня вспоминает, а может быть и не очень. А сколько лет тебе было? Ну, нам по 13 лет было. Ага. Да, это еще год, как это и в прошлом десятилетии, например. Александр, теперь ты поведай нам о своем опыте. Во сколько лет ты имел опыт первого поцелуя? Только настоящего, они не где-то там в подворотне, непонятно с кем, а так, чтобы вот, по любви. По какой такой любви? Ну просто по взаимному, обоюдному согласию. Не где-то там карты ты проиграл, а уж чтоб так серьезно. Да, ну это школьные годы тоже были, я не помню, там класс восьмой или девятый. Да, хорошо, сколько тебе лет было? Да я хрен, сколько там, 14 или 15, где-то так. Так, и что, давай, нам подробность интересует, люди очкуют, они не знают. Да вот, кстати, да, вот сейчас на этот вопрос он задает, как-то смотришь, как-то смешно так со стороны думаешь, ну что тут в этом такого. А в те годы, да, вот именно очковался как-то, думал, это вообще очень серьезный такой момент, на котором ты именно акцентируешь внимание, там, с тянкой закружилась. И вот реально ходишь, думаешь, вот как бы ее там поцеловать, если ты ее никогда не целовал. Не нюхал даже. Ни с кем не целовался, и как бы, чтоб так, чтоб не выставить себя дураком, там, типа. Я просто волосица. Да, нет, просто волосица. Ну еще тогда, я помню, ходили вот эти всякие шняги, типа, тренируйся на помидоре, только я так и не понял, как на нем можно, ну, потренироваться, целовать помидор. Просто целуешь помидор, и язык туда в него всовываешь или как, и просто хрен его знает. Хорошо. Я разочек попытался на помидоре, но ничего мне не вышло. Хорошо, хиганы, с помидорами не практикуйте, это действительно непрактично, ничему хорошему этого не придет. Александр, ты опиши сам технический процесс поцелуя, то есть, вот, ну, я не знаю, какая там обстановка, что вы там, где вы были, смотреть, что как-то произошло-то, и как... Да как, мы гуляли в парке, ну, бывает, ну, такая осень, ну, теплая осень, начало осени. Ну, и что-то там разговаривали, то и то, сё, потом мы стали... Как это называется? На мосточек такой, типа, смотрим, как водичка журчит, и я как-то к ней так, типа, её за талию приобнял, она так, хоп, повернулась, и... Она ко мне потянулась, я к ней потянулся, ну, и мы засосались, и как-то оно всё спонтанно само сработало на инстинктах. Пропало это вот мандраж там, это всё, и потом оно понравилось, и потом в руки змеи там всё это понеслось. То есть, это как-то было на априорном уровне, то есть, заранее на инстинкте, на каком-то заложенном у вас всё это произошло. Ну, да. То есть, ты не думал, как ты будешь... Язык там проталкивать или что-то, оно само... Ну, как, до этого, когда мы ходили, там, я, может, и думал, это само вот именно, фук-фук-фук, я ни о чём не думал просто. То есть, когда твои губы прикоснулись к её губам, и язык сам... Да, куда надо... Шуровать. Шуровать. Шуровать, где надо, начать. Так, из этого делаем выводы, что где-то действительно это имманентные чувства, ой, имманентные свойства, которые в каждом заложен, например. Ну, вот как, короче, дефолтные программы, например. Так, понятно, и что, тебе-то понравилось? Ну, да, понравилось, потом ещё было прикольно губу у чужую прикусывать или взаимно... Так, ну, это уже, да, это... Меня уже даже привстал. У Денчик тогда же случилась эрекция, почти. Денчик, начнём теперь с тебя. Ты нам расскажи, пожалуйста, о своём первом поцелуе, не надо говорить, там, сколько тебе лет, неважно, там, было или есть, просто расскажи, как это было. Вот, ты ж, парень, когда-то нецелованным-то был, ну, было ж такое. Ты расскажи, как ты с тянкой-то хоть поцеловался-то. Да так, говорю, ты меня хоть поцелуй, что ли, и всё. Ну, и чё, а ты ж, ты, вот, человек, я уверен, он интересуется конкретно техническими вопросами. То есть, это вот как, как карбюратор разобрать? Ты ж не просто скажешь, как его там, ну, это откручиваешь, там, продуваешь и всё обратно ставишь. Как настроить его, например, чтобы на хвосты... Так, ну, вы-то уже всё рассказали, что добавили. Не, понятно, вот ты расскажи, ты как-то обдумывал эти действия? Абсолютно не обдумывал. То есть, всё это было, так, по наитию? Да, да, ну, там всё само работает. Хорошо, то есть, подожди, давай, давай ещё раз это проговорим. Как? Ну, объясни обстановочку, как это было, чтобы человеку-то понятно было. Вот, я рассказал Александру, где это всё было? Во дворе. Так, ты говоришь, ну, хоть поцелуй-то мне, и что? Ну, чё? А, ну, давай, ну, всё. Ну, и дальше, вот как произошёл эта состыковка? Я не помню, я в прострациях был. То есть, всё это, опять же, было просто на автоматизме? На автоматизме, да. Так, какие выводы, какие итоги мы можем подвести? Александр, давай начнём. Ну, что это у нас заложено инстинктивно. Ну, общие рекомендации. Так, заложено инстинктами. Денчик? Ну да. Что ты посоветуешь молодому человеку? Да чё, целуй её и не сси, вот и всё. Да, там всё разберёшься сам уже. Я абсолютно согласен с моими коллегами. Как по мне, главное, это просто не ссать. Даже если ты облажаешься, ну, целованный ты, не целованный, блин, как-то это что-то учиться надо, не всю жизнь, не знаю, за компуктер. Хотя, можно сказать. В любом случае, больно не будет. Денчик, если сказал, больно не будет, значит, больно не будет. Ну, я просто не представляю себе, если ты симпатичен в дне, ты её как-то поцеловал, облажался на... А-а-а-а! Ебать ты лалка! А-за-за-за-за-за! И ещё... Малуку твою рот целовала. Душу топтала. Да, ещё напишут у тебя в подъезде, что ты не целованный... А-а-а, все. И ВКонтакте статусы. Статус, пасай. Ребята, не бойтесь ничего, всё будет хорошо. Не бойтесь. Не бойтесь. Дружище, если есть у тебя хотя бы рот и язык, значит, всё, пол-дела уже сделано. Остаётся просто её рот прикоснуть к своему рту, и всё будет хорошо. И просто на инстинкте, на автоматизме у вас всё это пройдёт. Ещё раз повторяюсь, главное, только не бояться. И всё будет хорошо. В любом случае, если тянка хотя бы раз с вас, она тебя научит, а если нет, то... Будет, по крайней мере, вот как в моём случае, то есть она там скажет, или ты скажешь, вот, блин, что-то не получилось. На второй раз получится. Если не получится, на третий получится. Всё будет нормально. Если что, прощайтесь, ребята, обращайтесь. Всегда Хикана объяснит, разъяснит, по полочке там разложит. Ты своим опытом-то жизненным поделится. Хиканы, ставьте классы, подписывайтесь на наш канал опыта, мудрости. Донайте нам бабули на пищпакеты, заказывайте рекламу и сигны. Слава, Канам, бабуль и слава. До новых встреч. Пока. КАМПУКТИРА 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 Продолжение следует...